Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы действительно обсудим пациентов с постуклюзионными поражениями глаз. Это одна из наших таких самых непростых, сложных категорий ретинальных пациентов, которых мы, к сожалению, не можем вылечить полностью зачастую, которые требуют длительного, регулярного лечения и, самое главное, постоянного наблюдения за такими пациентами. Но однако с использованием современных фармакологических и лазерных технологий при правильном тактике, при правильном подходе к лечению, введению таких пациентов, можно добиться хороших результатов, сохранять пациентам зрение. И вот во всей этой сложной системе попробуем сегодня разобраться. Я в своем сообщении сегодня хочу больше даже сделать акцент на именно подходах к лечению, а не диагностике, и поделиться своим клиническим опытом практическим, постаралась разбавить как-то интересными клиническими примерами. Давайте начнем. Во-первых, по поводу источников информации и тех документов, которыми мы должны руководствоваться. Официальных клинических рекомендаций по окклюзиям, зарегистрированных и утвержденных Минздравом Российской Федерации, нет. У нас есть такие для диабетической ретинопатии, для возрастной макулярной дегенерации. По окклюзиям такого документа нет. А где же брать, так сказать, основную информацию, чем руководствоваться? В русскоязычной литературе, пожалуй, по-прежнему такой наиболее полной информацией остается в таких методических рекомендациях под редакцией уважаемых наших коллег из Первомедицинского, в основном, Светлана Николаевна Тульцева, эксперт в этой области является. Вот здесь, пожалуй, в русскоязычной литературе, хоть она из 2017 года, но, в общем-то, актуальная информация и по сей день собрана. В зарубежной литературе по-прежнему остаются такими актуальными гайдлайны 2019 года. Это гайдлайны Европейского общества Евроэтины. В общем-то, так скажем, и по сей день информация, которая там изложена, также остается актуальной. Я, готовясь к этому семинару, посмотрела, безусловно, современную литературу на Пабмеде, попыталась найти, может быть, что-то более новое, актуальное. Ну вот, пожалуй, еще одни такие небольшие, более краткие гайдлайны 2022 года, опубликованные в журнале i. Здесь просто более кратко и емко, в общем-то, собрана практически вся та же самая информация, без каких-либо принципиально новых моментов. И мне вот еще понравилась одна такая обзорная статья, тоже 2023 года, где наиболее полная диагностика и лечение, клинические рекомендации собраны по окклюзиям. Тоже, если кому-то нужно, можно посмотреть поподробнее вот эти вот источники информации. Ну, я напомню кратко по поводу клинических проявлений, постокклюзионных поражений. Тут важно по классификации мы делим окклюзии на окклюзию центральной вены сетчатки и окклюзию ветви центральной вены сетчатки, самые часто встречающиеся клинические варианты. Бывают еще гемицентральные окклюзии, когда-либо там верхняя, либо нижняя половина, но они в клинике встречаются намного реже, поэтому, пожалуй, основные варианты, с которыми мы сталкиваемся ежедневно на приеме, характеризуются в остром периоде. Это множественные традициональные геморрагии различного вида, расширенные извитые вены будут видны в начале, в остром периоде. Запустевшие белые сосуды, это уже такой признак окклюзионного ишемического поражения, могут быть и в отдаленные сроки видны. Мягкие эксудаты, большое количество мягких эксудатов, это признак тяжелой ишемической окклюзии. В начальных стадиях может быть отек дискозрительного нерва, как такое основное проявление в остром периоде, это макулярный отек и твердые эксудаты, та основная проблема, которая снижает зрение нашим пациентам. Шунты могут быть признаком постокклюзионных поражений, формируются не сразу, являются таким хорошим, уже прогностическим признаком о том, что сформировался сброс крови. Ну и неоваскулярные поражения, это неоваскуляризация сетчатки дискозрительного нерва, неоваскуляризация радужки, угла передней камеры и, как уже следствие, неоваскулярная глоукома. Все это является, безусловно, уже такими тяжелыми, угрожающими осложнениями постокклюзионного поражения. Их тоже нужно правильно диагностировать, видеть, искать. Иногда непросто бывает отличить шунты на сетчатке и на диске зрительного нерва от, например, неоваскуляризации. Тут нам помогает во многом метод оптической когерентной томографии сетчатки. Я покажу такие примеры чуть попозже. Те методы обследования, которыми мы пользуемся для лечения, ведения, наблюдения за такими пациентами, это в первую очередь, конечно, оптическая когерентная томография сетчатки. Она нам нужна, в первую очередь, для диагностики и мониторинга макулярного отека за лечением. Макулярного отека без метода ОКТ уже невозможно вести таких пациентов. Иногда можно, так сказать, отдифференцировать шунты и на восклюризацию сетчатки диска зрительного нерва. И метод ОКТ-ангиографии, флюоресцентной ангиографии сетчатки. Принципиально эти два метода для поиска зон ишемии. То есть все тромбозы мы делим на ишемические и не ишемические. Это важно. Поэтому такой неинвазивный и наиболее доступный, это, конечно, ОКТ-ангиография. Здесь мы используем вот такой панорамный снимок, настолько, насколько это возможно. Но, однако, тоже много информации можно получить неинвазивным способом. Ну и флюоресцентной ангиографии сетчатки. У нас, кстати, этот метод в центре сейчас доступен. Есть это обследование. Можно направлять пациентов. Вот здесь уже, так скажем, в более периферических отделах можно увидеть эти зоны ишемии и правильно поставить диагноз тип тромбоза. Все окклюзии подразделяются на ишемический, не ишемический тип. Есть такие условно параметры, нормы, которые были определены на основании флюоресцентной ангиографии сетчатки. Все-таки это основной метод диагностики зоны ишемии. В заднем полюсе 7 полей, стандартная фотография. И если это окклюзия центральной вены сетчатки, то не перфузия менее 10 диаметров диска, это будет не ишемический тип. Если не перфузия менее 5 диаметров диска при окклюзии ветви, это будет не ишемический тип. Ну а, соответственно, ишемический тип наоборот. При окклюзии центральной вены сетчатки будет считаться, если на площади не перфузии более 10 диаметров диска. при окклюзии центральной вены сетчатки. При окклюзии ветвей более пяти диаметров диска это уже считается ишемический тип и высокий риск неоскулярных осложнений. При современной литературе можно еще найти вот такие параметры, как ишемический индекс. Это отношение площади капиллярной неперфузии ко всей площади. Если он более 45%, то это тоже считается высокий риск неоскулярных осложнений. Есть такие широкопольные, ультраширокопольные сейчас возможности визуализации. К сожалению, в России они пока не распространены. И там вот такой параметр, это более 75 диаметров диска на ультраширокопольной ангиографии считается таким плохим прогностическим признаком в плане неоскулярных осложнений. Клинически, как же выглядит ишемический тип тромбоза клинически? На что нужно обращать внимание при первичной диагностике пациента? Во-первых, это наличие афферентного зрачкового дефекта. Может говорить о том, что это тяжелое ишемическое поражение сетчатки. Низкое остротозрение, меньше 0,05. Наличие большого количества водообразных очагов, как на этой картинке. Большое количество кровоизлияния на сетчатке. Так называемая картина раздавленного помидора. По данным оптической когерентной томографии сетчатки, это такой плотный ишемический отек во внутренних слоях сетчатки с дезорганизацией внутренних слоев. Так называемый признак дрилл. Вот здесь видно, что толком даже прибор не дифференцирует слои сетчатки. По данным ОКТ, ангиокоте, определяются большие, обширные зоны капиллярной неперфузии в заднем полюсе глаза. Вот по поводу шунтов и неосклеризации. Шунты выглядят такими, что парообразными извитыми сосудами, расположенные во внутренних отделах сетчатки. То есть они не будут визуализироваться никаким образом преретинально. Вот здесь на диске зрительного нерва шунты. В срезе ОКТ преретинально на уровне витриотинального интерфейса никаких изменений нет. И вот еще один пример. Вот здесь постуклюзионная ретинопатия. Вот здесь видны шунты. Сквозь них сделан срез. Вот так. Они расположены во внутренних отделах сетчатки. А вот уже неосклеризация. Это, кстати, этот же пациент уже с неоскулярными осложнениями. Вот здесь вот. Во-первых, об этом говорит кровоизлияние. Это уже признак того, что там есть новообразованные сосуды. Но вот на снимке ОКТ они выглядят преретинально. Растут новообразованные сосуды по задней геолоидной мембране. И в виде такого гиперрефлективного участка можно их на срезе увидеть. Это уже будут новообразованные сосуды. Постуклюзионный макулярный отек. Метод ОКТ. Что мы здесь оцениваем? Для, так сказать, лечения, наблюдения за такими пациентами. Безусловно, толщину центральной зоны сетчатки. И для окклюзий доказано, что она коррелирует с функциональными потерями. То есть чем толще сетчатка, тем меньше зрение. Чем, так сказать, ее уменьшение толщины коррелирует с улучшением зрительных функций. Также оцениваем наличие интерретинальной жидкости. Вот эти кистозные полости в слоях сетчатки. Наличие субретинальной жидкости или по старой номенклатуре отслойка нейропетеля сетчатки. Гиперрефлективные точки, ну здесь они в небольшом количестве, являются таким маркером, так сказать, воспалительного компонента окклюзии. Также оцениваем дезорганизацию внутренних слоев сетчатки. То, о чем я только что говорила в плане каких-то ишемических вариантов тромбоза. Безусловно, целостность эллипсоидной зоны. И также аномалии витриотинального интерфейса тоже могут играть роль в плане прогноза лечения таких пациентов. Вот я еще здесь привела к примеру постоклюзионного отека, как это выглядит при центральной вене сетчатки. И при окклюзии ветви центральной вене сетчатки всегда асимметричный характер отека. Ровно в половине сетчатки кистозный отек. Бывает так, что иногда уже нисколько видны сами признаки окклюзии. Но если вот такой ровно наполовину асимметричный отек, всегда нужно подумать о том, что это может быть окклюзия ветви центральной вены сетчатки и причиной, собственно говоря, макулярному отеку. Несколько примеров. Это просто не ишемическая окклюзия центральной вены сетчатки. Видим, что площадь там не перфузии есть, но она небольшая. И высокий кистозный постоклюзионный макулярный отек, который является, безусловно, причиной снижения зрения у данного пациента. Вот это ишемическая окклюзия верхней височной ветви центральной вены сетчатки. Вот здесь только в зоне находится поражение. Видна обширная зона ишемии по данным ОКТ ангиографии и асимметричный как раз отек по данным оптической когерентной топографии сетчатки. Ну и, собственно говоря, что же будем делать с такими пациентами? Здесь на слайде я представила все современные опции, которые есть на данный момент для лечения таких пациентов. На самом деле обсуждать будем эти три основные. Начнем с этого пункта. Обсудим по поводу консервативного лечения. Из покон веков существует рекомендация, что такого пациента, который с острой окклюзией пришел на прием к офтальмологу поликлиники. Вот у меня вопрос к вам. Кто работает в поликлиниках, что вы делаете с таким пациентом? Если он пришел неделю, две недели, свежая окклюзия, нужно ли такого пациента направлять в офтальмологический стационар, класть, лечить, срочно назначать ему какую-то терапию тромбоэлитическую или еще какую-то? Как вы поступаете с такими пациентами? Так, очень хорошо. А вот в офтальмологический стационар поскоро будем такого класть? Нет. Очень хорошо, потому что до сих пор почему-то есть такое мнение, что такого пациента с окклюзией надо срочно уложить в офтальмологический стационар, полечить его там, не знаю, какой-то сосудистой, тромбоэлитической терапией или еще чем-то. На самом деле, действительно, доказательной базы об эффективности консервативного лечения здесь в первую речь идет о антикоагулянтах и тромбоэлитиках нет. И даже если уж об этом и думать, вот мы тут недавно поднимали все эти вопросы тоже в литературе, если подумать о том, что необходимо назначить пациенту тромбоэлитическую терапию, ну это, так скажем, должно быть внутривенное, в условиях стационара тромбоэлитическая терапия с целью того, чтобы этот тромб, собственно говоря, растворить и помочь пациенту реканализировать просвет сосуда и вообще спасти его от этой ситуации. Но если это и эффективно, то в первые, скажем, 6-8 часов от того, как это случилось. Я, например, никогда у себя не видела пациента на приеме, который пришел, например, даже в тот же день после окклюзии. То есть к нам они попадают неделя-две, а то месяца 2-3 после окклюзии. И даже если представить себе на приеме такого пациента, то представить, что он в этот же день ляжет в стационаре и уже будет получать такое внутривенное лечение, ну, конечно, невозможно. Если еще, так скажем, в наших отечественных методических рекомендациях можно еще что-то почитать, что в первую неделю какие-то консервативные мероприятия необходимы, то в зарубежных гайдлайнах 2019 года такого раздела даже нет. То есть там сразу ингибиторы, стероиды, лазер. Я посмотрела, что в современных последних публикациях пишут по этому поводу. В настоящее время нет доказательного эффективного использования антикоглюантов, антиагрегантов. Нет эффективного и безопасного способа обратного разрешения уже случившейся окклюзии. То же самое и здесь. То есть тут речь идет о том, что мы уже разбираем последствия острой сосудистой катастрофы в глазу. В первую очередь в острый период это борьба с макулярным отеком. И, конечно, такого пациента нужно грамотно, сразу правильно направлять, в первую очередь, конечно, на интервитериальное введение ингибиторов ангиогенеза этой терапии. Первый линий, основной способ лечения. И не терять драгоценное время пациента на начало, так сказать, правильного лечения. Почему на этом акцентирую? Потому что до сих пор все равно почему-то встречаются такие рекомендации, когда нужно срочно-срочно лечь по скорой в стационар и что-то там повыводить внутривенно или под глаз. И по поводу вот этого пункта тоже. Есть, конечно, описаны хирургические методики экстренного рассечения от витсенциальной оболочки зоны перекрестка, радиального. Это все, конечно, наверное, работает. Но тоже представить себе пациента, который в острый период тут же попадет еще и на стол к витриотинальному хирургу, ну тоже невозможно. То есть это все не нашло широкого применения. Поэтому основными способами лечения является антровитериальное введение ингибиторов ангиогенеза как альтернативный вариант антровитериальное введение стероидных препаратов. И обсудим, так скажем, роль лазер-коагуляции как макулярного отека, так и панретинальную коагуляцию как борьба с ишемическими осложнениями. Это, безусловно, остается актуальным. Вот, собственно говоря, и основные методы, которые будем сегодня обсуждать. Но прежде чем начать, так сказать, офтальмологическое лечение таких пациентов, конечно, мы должны дать общие рекомендации отправить пациента к смежным специалистам, в абсолютном право, в первую очередь, к кардиологу, поскольку самыми частыми причинами, особенно у пожилых пациентов, это являются факторы риска, такие как артериальная гипертензия, дислепидемия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и так далее. То есть мы должны в первую очередь воздействовать на модифицируемые факторы риска. Поэтому вот такое расширенное обследование, как, так сказать, фармакологическое, с использованием расширенного спектра анализов, так и на современном уровне это уже не просто померить давление и сделать ЭКГ, это уже суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы, при необходимости уже дополнительные методы исследования, кардиологические, в том числе и эхо, и отправление к грамотным, хорошим кардиологам, где вот это комплексное кардиологическое обследование лечения пациенту окажут. У молодых пациентов, о креоклюзиях, так скажем, в молодом возрасте, ранее 50 лет, всегда нужно, так сказать, помнить о том, что причиной могут быть, так скажем, гематологические проблемы, различные тромбофилии и так далее, если не находятся таких общепринятых факторов риска кардиологических, а также молодой возраст пациентов, это показания к назначению такого расширенного обследования и, возможно, консультации гематолога у таких пациентов. Когда же мы должны начинать лечение наше, офтальмологическое? В первую очередь это борьба с постоклюзионным окулярным отеком. А если острота зрения достаточно высокая, больше 0,5, то возможен вариант наблюдения. Такого пациента мы не должны отпускать надолго, раз в месяц должен быть контроль первые 3 месяца. Возможен самопроизвольный РГС-отек, особенно если на фоне компенсации кардиологических проблем фоновое состояние компенсируется, может быть и самопроизвольное разрешение окулярного отека. Но если острота зрения низкая, отек высокий, он подтвержден, то раннее начало лечения, безусловно, обеспечивает лучшие функциональные результаты. Здесь сдать нечего, нужно сразу такого пациента направлять на интервитериальное введение ингибиторов ангиогенеза. Здесь я привела буквально недавно пример молодого пациента, который пришел здесь окклюзия ветвей, такой макулярной ветви, верхневисочной ветви центральной вены сетчатки. Молодой человек 36 лет добрался на прием к офтальмологу через 2 недели. От того, как случилось в виде пятна, он это увидел. Тут такой ишемический, видно и по картине, и по ангиокоте. Окклюзия острота зрения скорее снижена за счет расширения зоны ишемии в центре. Невысокий отек, здесь даже больше мягкие ксудаты, кровоизлияние. Молодой человек, у которого при расспросе давление до 150-160 поднимается артериально, он никак на это не реагирует, не придает этому значения. Я не стала сразу выполнять инъекцию, отпустила его на месяц посмотреть динамики. Может быть, тут будет какая-то положительная самопроизвольная динамика. Он обследовался, получает уже кардиологическое лечение. Безусловно, там есть проблемы. Через месяц видно, что мягкие ксудаты практически рассосались, кровоизлияния нет. Сама зона отека стала даже немножко побольше, уже подбирается к фавиолярной зоне. Здесь я все-таки уже предложила интервитериальное введение ингибиторов ангиогенеза. Но в таких ситуациях, когда стратозрение высокое, такой большой срочности нет. Можно наблюдать в течение первых трех месяцев. Ну и теперь тот арсенал средств, ингибиторов ангиогенеза. Давайте их обсудим. Что мы имеем на данный момент для лечения постуклюзионных отеков? Препарат бивоцезумаб, авастин, он используется, безусловно, для лечения отеков. Используется оффлейбл как у нас, так и в других странах, то есть вне показаний. Для него не проводились регистрационные исследования для постуклюзионных отеков. Но, однако, в силу своей высокой доступности, мы лечим пациента им тоже. Тут следует сказать, что по эффекту он сопоставим примерно с препаратом улцентис ранебизумаб. Для него уже проводились регистрационные исследования круиз, браво, и для ветви, и для вены. Доказана его эффективность по улучшению остроты зрения. Но обратите внимание, что на лучшие результаты при ежемесячном введении. То есть он работает, но работает короче, чем последующие препараты. Следующий препарат – флицепт, для которого тоже уже и для ветви, и для центральной вены, и для ветви. Были проведены рандомизированные исследования регистрационные. Тут уже такой режим, при центральной, здесь 6 ежемесячных инъекций далее по необходимости, а при ветви уже сравнивалось по сравнению с лазером, с лазерным лечением отека. Это был тогда на тот момент основной метод лечения постуклюзионного отека при окклюзии ветви. И флиберцепт, безусловно, доказал свою эффективность, и на практике мы им широко пользуемся. И он, конечно, работает дольше. То есть лечение таких пациентов при более редких инъекциях производится при использовании препаратов флиберцепт. Обратите внимание, здесь нет бролуцезумаба, здесь нет вискью, поскольку он не прошел. Он не прошел регистрационные исследования по окклюзиям, поскольку такой вот этот провоспалительный компонент осложнений достаточно выражен. А при окклюзиях, в принципе, в патогенезе постуклюзионного отека воспалительный компонент имеет один из основных значений. Поэтому не используем мы не бролуцезумаб для лечения постуклюзионных отеков. Он не разрешен. Ну и вот, собственно говоря, та новая опция, которая скоро появится у нас для лечения постуклюзионного отека. Это препарат флицемаб, вабизма. Мы его уже почти год используем для лечения возрастной макулярной дегенерации и диабетического макулярного отека. Он зарегистрирован в России, хорошо себя зарекомендовал в плане, так сказать, длительности действия. Он прошел регистрационные исследования по окклюзиям. Это два исследования болотона и камина. И в Европе и в Америке он уже зарегистрирован и используется. Тут режим такой, что в Америке зарегистрировано 6 ежемесячных инъекций как загрузочная доза для этого препарата. А в европейских странах 3 ежемесячных инъекции. Вроде как решили, что этого достаточно. Я думаю, что в России тоже, в общем-то, скорее всего, будет регистрироваться 3 ежемесячных инъекции как загрузочная фаза. Мы ожидаем его появления примерно где-то к началу 2025 года в России. И думаю, что будем пользоваться тоже этим препаратом. Какой же режим использования для лечения постокклюзионного отека? Пожалуй, нет такого рецепта, такой единой и стройной схемы, как мы должны вести пациента с окклюзией, как мы, например, имеем при возрастной макулярной дегенерации. Скажем так, в инструкции ко флиберцепту, к одному из основных препаратов, вот так написано. Это ежемесячные интервитериальные инъекции до полного регресса отека. В общем-то, мы так и делаем, и, как правило, пациента ориентируем точно не на одну, как правило, три, а то и больше, от трех до шести ежемесячных инъекций до полного регресса отека. Сколько их будет точно, сложно сказать, бывает одна-две, и полностью регресс отека мы получаем. Бывает, требуется больше. А дальше варианта два. Либо в режиме по необходимости, это, так скажем, реактивный режим, когда мы внимательно наблюдаем пациента, и когда отек снова поднимается, мы предлагаем снова, так сказать, инъекцию. Либо второй вариант, это режим 3D Extend, он более, так скажем, эффективный. Если мы видим, что отек стойко рецидивирует, тогда уже обсуждаем с пациентом вариант, так скажем, проактивного режима, когда мы не дожидаемся, что когда отек рецидивирует, просто постепенно с определенным шагом, как правило, в две недели, ну или в четыре недели, расширяем интервалы между инъекциями, и эти инъекции продолжаем выполнять, не дожидаясь рецидива отека. Если там 3-5 ежемесятных инъекций и не происходит никакого регресса отека, нужно либо сменить препарат, либо переключиться на астероидные препараты. Изучалось, какой же препарат лучше, что лучше действует. Мы проводились исследования, здесь представлено сравнительное исследование ранебезумаба, афлиберцепта и бивоцузумаба. И, в общем-то, оба, все три препарата показали примерно одинаковую эффективность, но при афлиберцепте требовалось несколько меньшее количество инъекций. Вот еще одно доказательство тому, здесь тоже еще такое сравнительное исследование афлиберцепта и ранебезумаба. Эффект сопоставим при меньшем количестве инъекций, при использовании препаратов афлиберцепта. Мы, собственно говоря, видим это и на практике. Ну вот теперь немножко, так скажем, разбавлю это все клиническими примерами из практики. У пациента такая не ишемическая окклюзия центральной вены сетчатки с низкой остротой зрения и за счет высокого, большого, постэклюзионного макулярного отека начали лечение с препарата афлиберцепт. Он, в принципе, его только получал. Одна инъекция, через месяц вторая инъекция. Мы, в принципе, видим сразу после первого, уже хороший результат, практически полный регресс отека. Через два месяца все хорошо, на третий месяц снова рецидивирует отек. Снова выполняем одну, вторую. И каждый раз, где-то к треть, через три месяца отек рецидивировал. Здесь уже, так сказать, выполнялось в режиме по необходимости. Тут уже перешли в режим 3D Extend. То есть не стали уже дожидаться рецидива отека, подобрав интервал. А здесь было уже примерно где-то три месяца понятно, что хватает этой инъекции пациенту. Раз в три месяца выполняли эту инъекцию, не дожидаясь рецидива отека. Видите, какое стабильное состояние сетчатки за последующие, вот уже почти три года лечения, и острота зрения 0,7 у пациента. Теперь давайте перейдем к стероидным препаратам. Ну, такой, так скажем, первый препарат, который изучался для лечения окклюзии, это тренциналон, ацетонит, тренциналон. В России официально препарат не зарегистрирован. Есть такой официальный вариант препарата Треварис, который только в Штатах, в Америке зарегистрирован, и прошел успешно клинические испытания. У нас есть, так скажем, аналог его, неочищенный, с добавками бензилового спирта Кинолог. Однако тут считается, что несколько выше риск, так скажем, септического эндофтальмита при нем. И, безусловно, при использовании этих препаратов риск осложнений. У катаракты офтальмегипертензии присутствует. Однако такая опция, которую, в общем-то, off-label мы тоже иногда пользуемся. Покажу пример лечения пациента. Вот здесь тоже диффузный отек постуклюзионный, после окклюзии центральной вены сетчатки начинались препараты Элия. Три ежемесячных инъекции, и даже после трех неполный эффект. Решили тут сменить препарат на луцентис, тоже несколько ежемесячных инъекций. И видим, что все равно два месяца отек тут же рецидивирует. То есть такое стойкое течение. И в один момент переключили, ввели инъекцию Кинолога. В общем-то, хороший эффект получили, который практически 3-4 месяца держался у пациента. И вот такие редкие раз в 3-4 месяца инъекции Кинолога интравитриально помогали сохранять стабильный результат. Потом повторили обследование. В общем-то, это была действительно не ишемическая окклюзия. Это было, так сказать, все лечение у этого пациента. И официально зарегистрированный, разрешенный для интравитриального введения стероидный препарат, Азурдеx, имплант с дексаметазоном. Он прошел регистрационное исследование Женева для лечения постуклюзионного отека. Рекомендуется его вводить один раз в 6 месяцев. Его можно вводить повторно. То есть такой хороший бонус от того, что вводим интравитриальный имплант, вроде как считается редкие инъекции, раз в полгода. Хотелось бы, как рекомендованные инструкции. Но однако на практике опыт показал, что все-таки он действует немножко короче. Обычно 3-4 месяца, и отек снова может рецидивировать. Были сравнительные исследования, что же лучше, что лучше, стероиды или ингибиторы ангиогенеза. В общем-то по сроку действия, вот здесь представлено исследование сравнения Азурдеx с ежемесячным введением ранебезумаба, выигрывает все равно по стабильной остроте зрения ранебезумаб, поскольку здесь были ежемесячные инъекции. Поскольку на втором-третьем месяце, как при окклюзии ветви, так и при окклюзии вены, действие Азурдеx ослубевает. На практике мы действительно видим примерно такой же результат. Сейчас я покажу пример своего пациента с Азурдеx. И на вопрос, что же лучше, с чего начинать, какая терапия первой линии должна быть макулярного отека, стероиды или ингибиторы. Здесь я привела такой пример метанализа, когда анализировались многочисленные исследования по их сравнению. Без подробностей вывод таков, что все-таки наилучших функциональных результатов удается добиться на антивиджеф терапии. Поэтому при окклюзии терапией первой линии является антивиджеф терапия. А Азурдеx, астероидные препараты, терапия второй линии, как альтернативный вариант, в определенных случаях мы это тоже рассматриваем и используем. Пример пациентки с окклюзией центральной вены сетчатки. Не ишемический тип, большой высокий кистозный отек. Лечение начали с ингибитора ангиогенеза, препаратов либерцепт. Через месяц видим хороший результат, почти полный, с первой инъекцией. Регресс отека, выполняем вторую инъекцию. Попыталась расширить интервал до 6 недель, снова появляется отек. Сократила еще на недельку, все стабильно. Но при попытке даже полтора месяца, 5-6 недель, все, не больше. И вот на этом сроке отек постоянно рецидивирует. Мы обсудили альтернативный вариант введения Азурдеx. Пациентка согласилась, чтобы более редкие инъекции получать. Ввели Азурдеx. На этом этапе через месяц проконтролировали все хорошо. Полный регресс отека. Никаких, кстати, не было осложнений по гипертензии или еще чего-то. И ровно через 3 месяца видим, что отек снова рецидивирует. То есть эффект Азурдеx охватило ровно на 4 месяца. Собственно говоря, как практика показывает. Когда же все-таки стоит выбрать Азурдеx как терапию первой линии? Вот такие выделены пункты в наших отечественных клинических методических рекомендациях. Пациентам с наличием кардиоваскулярных заболеваний, инсультами, инфарктами, да, наверное. Но, в общем-то, доказано, что ингибиторы ангиогенеза уже таких серьезных системных осложнений не дают. Ну, если пациент только после ишемического инсульта или инфаркта, возможно, как вариант, выбрать стероидные препараты как терапию первой линии. При невозможности выполнения частых ежемесячных инъекций, при артифакии авитрии возможен вариант предпочтения. При беременности, безусловно, когда нельзя ингибиторы ангиогенеза. И при таких вариантах окклюзии, которые, возможно, на фоне воспалительных заболеваний сосудистой стенки. Это речь идет о невритах, воскулитах, нейроретиновоскулитах. Так скажем, те самые воспалительные окклюзии, когда воспалительный компонент преобладает. Здесь препаратом выбора может быть действительно препарат азурдекс. И вот у меня был такой пациент, у которого достаточно молодой возраст, и предполагалось как раз на фоне нейроретиновоскулита окклюзия, здесь выбран был препарат азурдекс, и однократные инъекции. Мы видим, что через 3 месяца все стабильно, через 11 месяцев все стабильно, и даже по калибру сосудов видно, что практически восстановилась картина. Это была однократная инъекция азурдекса. Наверное, по фармакологическим лечению, пожалуй, все. Теперь перейдем к лазеркоагуляции. Какова роль на современном этапе лазерного лечения как макулярного отека, так и сетчатки? Конечно, лазеркоагуляция в макулярной области по методике решетки, как терапия макулярного отека, практически уже отошла в прошлое. Я уже даже не помню, когда я последний раз пациенту с окклюзией делала лазер в макуле. Скажем так, для окклюзии центральной вены сетчатки доказана ее неэффективность. Проводились исследования, она не нужна. То есть лазер в макуле даже в сочетании с ингибиторами ангиогенеза при окклюзии центральной вены сетчатки не показан. При окклюзии ветви центральной вены сетчатки возможно выполнить. Пока не было ингибиторов ангиогенеза, это был единственный способ лечения. Доказана его эффективность по сравнению с тем, чтобы ничего не делать. Но однако, поскольку антивиджеф терапия, терапия первой линии, поэтому лазеркоагуляция по методике решетка может быть использована лишь как дополнительный метод, чаще всего в силу невозможности, недоступности использования ингибиторов ангиогенеза. Здесь представлена методика. Не знаю, если кому-то нужны эти данные, можно сфотографировать. Она доказала, при сравнении лазеркоагуляции ингибиторов ангиогенеза, конечно, выигрывают ингибиторы ангиогенеза. И даже проводились исследования, что, может быть, лазер плюс ингибитор дадут лучший результат в комбинации, но нет. То есть монотерапия ингибиторами ангиогенеза, терапия первой линии. Поэтому еще раз повторю, что можем ее использовать только при окклюзии ветвей центральной вены сетчатки и только при невозможности выполнить инъекцию ингибитора или стероида в каких-то дополнительных вариантах лечения. Теперь поговорим о неоваскулярных осложнениях и как с ними, собственно говоря, бороться. Не зря разделяют на ишемический и нешемический тип. Если не ишемический тип, критерии их мы обсудили, лазерное лечение осетчатки, то здесь уже речь идет о панретинальной коагуляции или секторальной панретинальной коагуляции, не показаны. Но, однако, такие пациенты подлежат динамическому наблюдению, потому что все равно высок риск перехода в ишемический тип таких окклюзий. И самая большая проблема в том, что невозможно в наших условиях такие пациенты регулярно, чтобы 2-3 года после того, как это случилось, они подлежат регулярному динамическому наблюдению. К сожалению, у нас это не всегда возможно, поэтому эти невускулярные осложнения мы все-таки получаем, и они есть. Покажу свои примеры. Если не ишемический тип, то это регулярное наблюдение каждые 3-4 месяца, желательно с периодическим факт или ОКТ-контролем. Всегда контролируем, не перешел ли не ишемический тип в ишемический тромбоз. А если уже ишемический тип, то это высокий риск развития невускулярных осложнений. Это в первую очередь невускулиризация сетчатки и дискозрительного нерва, как следствие, может быть, гемофтальм, проявление таких осложнений, рубиоз, радужки, угла передней камеры, ну и как осложнение этого неоскулярная глоукома, которая часто развивается на сроки от 2 до 4 месяцев от острого тромбоза. Ну и тут для лечения неоскулярных осложнений основным методом является паноретинальная лазеркоагуляция сетчатки. Методика также представлена на слайде. Я не буду на этом останавливаться. Когда же она показана? Ну вот при уже случившихся невускулированных осложнениях это прямое показание к выполнению паноретинальной лазеркоагуляции сетчатки. Она выполняется в полном объеме при наличии рубиоза, радужки, угла или невускулированной глоукомии, невускулиризации диска. Если это вариант, так скажем, ишемической окклюзии ветви, то это выполняется секторальная паноретинальная коагуляция или лазеркоагуляция в зонах ишемии, только в той зоне, которая поражена. Проводились исследования об эффективности паноретинальной лазеркоагуляции при наличии невускулированных осложнений и при их отсутствии. Вроде как в этих исследованиях, если нет невускулиризации, то профилактическая паноретинальная коагуляция, то есть когда есть большие зоны ишемии, тромбоз ишемический, но нет еще невускулированных осложнений, вроде как показала свою неэффективность, то есть не уменьшает риск невускулированных осложнений. Но тут следует сказать, что те пациенты, которые в исследовании включены, безусловно находились под регулярным контролем, наблюдением. И как только эти невускулированные проявления выявлялись, им тут же выполнялась паноретинальная коагуляция. Но в условиях реальной клинической практики, вот то, о чем я говорила, далеко не всегда. Они часто, эти пациенты, выпадают из нашего поля зрения, поэтому при отсутствии возможности регулярного наблюдения за пациентом, а у нас, как правило, так это и бывает, все-таки выполнить профилактическую лазер-коагуляцию сетчатки в зонах ишемии возможно. И зачастую мы действительно так и делаем. Вот здесь такой пример ишемического тромбоза. Мы уже рассматривали эту картинку вначале. Вот такой острый пациент. Как думаете, с чего будем начинать лечение, что предложить такому пациенту? Ингибитор. Да, безусловно, отек есть. Ингибиторы. Ну и судя по тому, что этот тромбоз явно, собственно говоря, тяжелой ишемический, мы это сделали в сочетании еще и с паноретинальной лазер-коагуляцией сетчатки. Видно, что она выполнена, инъекции ингибиторов ангиогенеза введены, ситуация стабилизирована. Безусловно, у такого пациента зрение, оно как было сотой, так практически и осталось. С сотой видно, что здесь практически нет кровоснабжения, нет перфузии сетчатки. Однако ситуация, то есть глаз как орган, с теми остаточными функциями, которые там есть, сохранен и дальше уже в таком стабильном состоянии пациент находится под наблюдением. Ну вот тоже окклюзии ветвей, ишемические окклюзии ветвей. Я все-таки предпочитаю не отпускать пациентов с такими обширными зонами ишемии. Вот здесь показаны варианты секторальной паноретинальной коагуляции сетчатки, потому что очень много мы видим в отсроченные периоды невускулярных осложнений. Такие действительно пациенты есть. Вот один из последних на приеме пациентка, 59 лет, обратилась ко мне на консультацию. С жалобами нам резко, что-то резко стало плавать перед глазом, и черные точки появились. Очень такая типичная картина. Первое, о чем я подумала, это отслойка, отслойка задней галлоидной мембраны. Сделали аузи, она действительно есть, отслойка стекловидного тела. Я надела линзу Гольдмана, переискала там всю периферию, разрывы поискала, ничего не нашла. Как-то много крови. Вот гемофталь, макулу плохо видно, не очень типично для отслойки ЗГМ. Бывает, конечно, но тогда, как правило, там либо разрыв, либо что-то находится. Стало внимательно смотреть историю этой пациентки, и что вижу, собственно говоря, в системе. Что она в 2021 году проходила лечение, была одна инъекция ингибитора ангиогенеза. Вот мы здесь видим острую окклюзию верхней височной ветви центральной вены сетчатки, отек высокий макулярный, была выполнена одна инъекция, отек полностью резорбировался, дальше пациентка пропала. И уже 2024 год, вот она у меня на приеме, видно вот этот гемофтальм, что обращает на себя внимание. Вот эта тонкая сетчатка явно в этой зоне присутствует ишемия. Если внимательно просканировать все сканы, собственно говоря, вот та самая неосклюризация, которая и была причиной этого гемофтальма, вот она здесь, в верхней аркаде, за два или сколько там года, как пациентка, не наблюдалась нигде, ишемический тромбоз осложнился эпирицинальной неосклюризацией. Возможно, это спровоцировалось на фоне отслойки задней геолоидной мембраны, да и вообще гемофтальму часто из такой неосклюризации можно получить. Что будем делать с такой пациенткой? Как вы думаете, тактика лечения? Отека нет, здесь есть неосклюризация. Лазер, а ингибитор будем вводить? Можно, да, я вот только хотела сказать, что в общем-то этой опцией мы тоже пользуемся, хоть и нет. Нет отека, здесь нет отека, но точно так же, как и при диабете, вот этой дополнительной опции, ну пусть, скажем так, вне показаний, мы, конечно, пользуемся. Я действительно ввела первым делом прямо на визите пациентки ингибитора ангиогенеза, поскольку, ну, чтобы предотвратить, так сказать, дальнейший, более массивный гемофтальм, который мне, например, не даст спокойно выполнить панретинальную секторальную коагуляцию, конечно, пользуемся. Ввели ингибитор ангиогенеза. Ну вот, да, это я сделала ангиопанораму. Видно, что обширная зона ишемии, вот это вот неосклюризация, которая, собственно говоря, вот здесь и произросла за два года. Инъекция ингибитора, выполнена секторальная панретинальная коагуляция. Она здесь не видна, потому что картинка только центральной зоны. И когда она пришла через месяц после всего этого, вот уже четко была видна зона новообразованных сосудов. Видно, что гемофтальм рассосался. Я дополнительно еще немножко прям фокально обработала лазером в этой зоне, в эту зону новоосклюризации, и дальше она подлежит динамическому регулярному наблюдению. Вот еще такой извечный вопрос. Нужно ли выполнять панретинальную коагуляцию на фоне того, как пациент находится на лечении ингибиторами ангиогенеза? Тут два мнения. Есть противоположные. Вот, опять же, уважаемые наши авторы из первомедицинского считают, что да, что это даже дополнительно может снизить количество выполняемых инъекций, что это как дополнительные зоны, которые продуцируют факторы ВИДЖФ. Есть мнение, и проводились исследования, что нет, что пока пациент находится на лечении ингибиторами ангиогенеза, вроде как обезопасен от неоваскулярных осложнений, и вроде как этого делать не нужно. Ну вот, опять же, мое мнение таково, что если есть возможность регулярного, постоянного наблюдения за таким пациентом, да, наверное, можно этого не делать. Но если пациент все-таки не настроен, да, или вы понимаете, что он может выпасть из вашего наблюдения, я все-таки предпочитаю, вот, да, вот мой пациент, который происходит про верхневисочную ветвь, находится на лечении ингибиторами ангиогенеза по поводу постуклюзионного отека, не сразу, я вот месяца там после 3-4, да, выполнили вот такое обследование, а обширнейшая зона ишемии, я предпочитаю все-таки не отпускать, да, пациента с такой зоной ишемии, выполнена секторальная панретинальная коагуляция, дальше он продолжал лечение ингибиторами ангиогенеза. Ну и в конце, может быть, попробуем резюмировать всю ту информацию в большом количестве, которую я тут сегодня постаралась предоставить. Какова же тактика лечения постуклюзионной ретинопатии, да, сначала вот поговорим оба именно, так сказать, тактике лазерного лечения. Если окклюзия ветви или центральной вены сетчатки не ишемическая, такой пациент должен проходить ежемесячное наблюдение в первые полгода, дальше каждые 2-3 месяца до года после окклюзии, и каждые полгода до 3 лет после случившейся окклюзии. Что мы ищем? Ищем, безусловно, неосклюризацию. Если она выявляется, тогда выполняется панретинальная лазеркоагуляция сетчатки. Ну или секторальная, либо полная, в зависимости от того, где и какая неосклюризация. Если есть подозрения на ишемическую окклюзию, да, это те признаки, о которых мы с вами говорили. Прицельно ищем эту неосклюризацию, ищем зону ишемии. Это уже нужно посмотреть внимательно и радужку, и угол передней камеры, сделать гониоскопию, возможно, дополнительное обследование. Если не находим неосклюризацию, соответственно, наблюдаем. Если находим неосклюризацию, это панретинальная лазеркоагуляция сетчатки. Если тромбоз ишемический выявили, но нет неосклюризации, ну вот здесь возможно выполнить лазеркоагуляцию в зонах ишемии. И по поводу постоклюзионного макулярного отека. В остром периоде, если острота зрения больше 0,5, свежий случай, невысокий отек и высокое острота зрения, возможен вариант наблюдения, пока тоже раз в 3 месяца, далее каждые 3 месяца. Если видим, что увеличивается отек, начинаем антивиджеф терапию. Если сразу низкое острота зрения и высокий отек, сразу начинаем антивиджеф терапию. Если нет возможности выполнять нормальную антивиджеф терапию пациента, рассмотреть вариант лазеркоагуляции по типу решетки только в случае окклюзии ветви центральной вены сетчатки. Если после 3-5 загрузочных ежемесячных инъекций происходит полная резорбция отека, переходим в режим наблюдения. При наблюдении и либо, как вариант, можно рассмотреть вариант по необходимости, либо в режиме treat and extend. Если после 3-5 ежемесячных инъекций происходит неполная резорбция отека, но есть положительная динамика, продолжаем эти ежемесячные инъекции и дальше по этой же схеме. Как альтернативный вариант антивиджеф терапии можно рассмотреть вариант введения стероидных препаратов. И если отсутствует положительная динамика при начальных 3-5 ежемесячных инъекциях, либо переключаемся на другой препарат, либо вводим стероидные препараты. Есть такие варианты комбинации. Чередовать можно и ингибиторы ангиогенеза, и стероидные препараты, либо дополнять уже лазеркоагуляции в случае окклюзии ветви центральной вены сетчатки. На этом, наверное, я закончу.